Друзья и дорогие трейдеры, всех приветствую! С вами Педором Рауфи и обзор рынка, ежедневный обзор рынка для дейтрейдинга. Для того, чтобы вы могли понять и смотреть на основные графики Форекса, которые у нас есть, инструменты, и понять, что можно в течение дня делать. Какие есть в целом новости новостной фон, мы его особо затрагивать не будем, больше будем технически посмотреть на амплитуду самого ценового движения и в целом разобрать календарик экономический на день и сделать итог всего, что мы скажем в конце. Спасибо, что оставляете комментарии, спасибо большое за лайки, это видео. По поводу комментов за счет того, чтобы разобрать российский рынок, к сожалению, я с вами его не разбираю, поэтому и особо пока еще не хочу о нем рассказать, поэтому в случае, если начну ими заниматься, то, скорее всего, о нем тоже вам расскажу. А пока американский рынок, если вам будут интересны инструменты по американскому рынку, по фондовому рынку, возможно, Форексе, сериевому рынку или что-то еще, обязательно пишите, если эти инструменты не входят в набор, который я разбираю, обязательно о них пишите. Акции, не важно, что там. И начинаем анализировать рынок и посмотреть, что можно делать с нашими инструментами. Как мы видим, рынок уже смешанный, уже давно, кстати, он смешанный, фондовый рынок США. Можем на графике, кстати, тоже посмотреть. Боковик продолжается. После вот этого, после вот этой коррекции, по факту, мы наблюдаем за продолжением консолидации. Есть довольно такой прикольный, привлекательный импульс сегодня, но он уже может скоро подойти к концу. Давайте мы его тоже разберем. Календарик на сегодня, он относительно пустой. Есть выходы, релизы по Германии, индекс экономических настроений, ZW. Он довольно важный, он тоже по, как бы, большей деловой активности и так далее. Но идет на снижение. Есть такой момент, несмотря на то, что помощь идет, здесь ЦБ помогает в плане денег, в плане опечатания денег. Но тут уже, как бы, показатель того, что Америка на самом деле по данным не то, что немножко, а на самом деле впереди и по сей день это продолжается. Да, есть определенный момент, почему назвали сегодняшний обзор «Затиша перед бурей», потому что об этом многие говорят. Ну, давайте разберем конкретнее, посмотреть, на самом деле так и есть или нет. И краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от информационного агентства по энергии к Америке. Нет никаких данных, предложений или какие-либо прогнозы, поэтому особо от него толкиваться тоже не будем. Для нефти следим за новостей ОПЕК и так далее. В целом по чуть-чуть по поводу каждого инструмента будем рассказывать. СНП 500 и 500 самых, как бы, основных голубых пышек компании, которые входят, как бы, да, то есть в этот индекс в боковике над стак набор ста компаний, если не ошибаюсь, тоже в боковике. Доходности самых компаний падают, но на Байбеках пока держатся, держатся все индексы. И они держатся, на самом деле, на то, что нету доверия до конца в том, что ФРС повысит, все-таки ужесточит монетарную политику. И несмотря на то, что об этом недавно вышла новость, что он еще будет гораздо раньше, то есть не до конца этого года, а чуть-чуть раньше даже конца того года, он начнет все-таки повышать ставки. Ну, несмотря на то, как мы видим, доверия в это всего пока еще нет, потому что Джером Павлович об этом не сказал. Вот. Поэтому по поводу этого боковика и по поводу, кстати, облигаций тоже отбиваются от довольно такого, можно сказать, сильного сопротивления, но они под него еще не вернулись. По поводу облигаций в целом позитивно и аналитики смотрят, и учреждения тоже смотрят по поводу дальнейшего движения облигаций, которые, кстати, тоже повлияют по-своему на курс доллара. И есть еще такой нюанс, дальнейший из-под золота или же неумеренный его рост, то есть очень-очень слабый его рост в ближайшем будущем за счет роста доллара США. Доллар США, да, приближается, кстати, к максимумам, но тут и сопротивление, которого он пока еще не пробил. Но консолидируется, энергия по факту набирается здесь, причем над предыдущими максимумами. Это хорошо в средние сроки. Давайте разберем с короткой сроки внутри дня, что можно делать с нашими активами. Исходя из картины, которые есть по 7500, есть определенный импульс, который продолжается восходящий, и, конечно же, он должен совпадать с импульсом доллара на часовом графике. Ослабление присутствует, но тут картина довольно восходящая, и в случае, если будет какая-то коррекция, то локальных поддержек может до 92.88 или же 86. Это нужно учитывать, это может случиться с одной стороны, с другой стороны. В случае, если оно случится импульсивно, то цена дальше продолжит свой рост. В данном случае здесь из-за вот этого импульса, который уже складывается, уже идет по 7500, можно догадаться, что внутри дня, возможно, еще до открытия Америки, до открытия американской сессии, возможно, будет у нас еще здесь, в этом районе, в районе локального сопротивления по 7500 консолидация. Поэтому по поводу падения доллара еще немножко пока рано спешить или говорить об этом по поводу короткосрока, чтобы типа внутри дня торговать. На евро, на фунте, на австралийце и на новознанцах ситуации тоже, кстати, не очень хороши, чтобы сказать, давайте ставим на разворот доллара вниз. Евроюзде. Как мы знаем, в Европе повышение ставки, он будет не скоро и причем гораздо позже, чем в Америке. И это само по себе уже как фактор учитывается цене евро. Очень сильное сужение, очень стрёмная картина. И тут расширяющаяся формация была, ну и разворот не случился. Тут, кстати, вчера говорили по поводу головой и плечи. Один комментарий, очень сильно уважаю этого человека, спасибо, что его оставили. По поводу того, что это не головой и плечи. Смотрите, друзья, на самом деле нужно обращать внимание. Просто я сам особо фигурами уже перестал работать, но нужно, на самом деле, обращать внимание, есть ли соотношение фигуры, то есть по количествам свечей к общему тренду, всему тренду не 2 к 3, не 2 к 5, не 1 к 3, то эта фигура не фигура. А здесь, в данном случае, мне кажется, относительно он 50 свечей приблизительно и 140. Ну, 140 и 50, это почти что одна третья часть, но, как мы видим, она не сработала. То есть, мы вчера тоже об этом говорили, что вроде голова и плечи рисуется, но она очень стрёмная, не чувствуется, что будет разворот. И, как мы видим, ослабление всего сектора евро, фунта, вторые лица новозеландца против доллара продолжается, потому что есть фундаментальный фактор для этого, несмотря на то, что все в ФРС отрицают сам факт, что сворачивать по помощи по-любому они будут до конца этого года. Но, с другой стороны, нужно обращать внимание, что дельта-вариант его распространения может задержать. То есть, любое закрытие, любой там хайп по поводу того, что все болеют уже и в Америке и так далее, нужно закрывать экономику, это будет очень плохо повлиять на курс евро, на курс фунта, на курс австралийца, мазеландца и на курс фундового рынка. Наоборот, для доллара США это может быть очень хорошо. Но это в будущем уже через месяц. По поводу евро, что можно делать в течение дня? Давайте возьмем исторические минимумы, которые есть. Конечно, они очень далеки, очень-очень далеки, но есть психологическая отметка 1.17. Его ретест нам покажет, что будет дальше. Если его ретест будет сильно импульсивным, то на разворот можно ставить. Опять же, после его ретеста импульсивного внутри дня, возможно, скорее всего, можно будет зайти. Но, опять же, нужно после этого же импульса дождаться хотя бы какого-нибудь сигнала, какого-нибудь фрактала, создание фрактала или экстремумов, да? А потом уже свичных на маленьких таймфреймах, а потом уже начинать. Польжи Бипи ситуация приблизительно такая же. И потому что у нас идет такая консолидация относительно такой разворот уже возле локальной поддержки, на продажу по факту не можем ставить, к сожалению, пока еще. И по евро, и по авторицу, и по фунту, и по новозеландцу в целом. Потому что ситуация технически на графике не дает возможность ставить на продажу пока еще. Если будет у нас любой импульсивный ретест локальных максимумов по GBP, вот 1.39, довольно психологическая отметка, по евро 1.17, давайте скажем, не 60, а 80 хотя бы где-то здесь. Если будет сильный импульс вверх сейчас, в ближайшее время, то есть где-то отсюда, во что он начался, и вот до локального сопротивления, то после этого можно все-таки ставить на них недальнейшее поднижение, но пока еще рано. Для этого они вроде бы отбиваются от нижней границы канала. Очень сильное сужение, оно очень мне не нравится, поэтому давайте от этого и отталкиваться. Потому что если ситуация такая, то иначе его не назовешь. Это относительно то же, мы приближаемся к нижней границе. Нижняя граница нисходящего канала вообще как бы не имеет никакого по факту технического значения. Главная линия тренда, то есть та, которая сверху. Но, к сожалению, она тоже иногда сигнает о том, что цена в диапазоне двигается и может отбиваться вверх. Тут есть достаточно хороший ход для цены, чтобы он походил. Но, к сожалению, поскольку он находится на низах, по поводу дальнейшего снижения, можно говорить только в случае, если он произойдет очень неожиданно и очень импульсивно. И для этого нужен реально рост доллара. Австралилист Новозеландец под давлением охлаждения китайской экономики. И это реально тренд, который продолжается по сей день. Дельта COVID его еще ухудшит. Поэтому для них нынешняя покупка, скорее всего, можно его закрыть вблизи для Новозеландца. Вблизи цифровическая отметка 0,7. А для австралилица тоже возле локальных сопротивлений, скорее всего, можно их прекратить даже, думаю, даже раньше, чем они доберутся до этого локального сопротивления. После нужно посмотреть, насколько пойдет процедура, какая амплитуда цены будет. Если она не будет изменяться, значит, вот этот умеренный рост еще может продолжаться. Если амплитуда сильно расширится и протестируется импульсивно локальные максимумы, для австралилистов, для GDP, для евро, это может означать, что доллар все-таки хочет идти немножко еще ниже. То есть, вот где он сейчас? Доллар США. Где он сейчас? Если будет такой сигнал по этим инструментам, значит, на самом деле, доллар хочет уже вот этот потенциал расходовать. Отметка 0,93 тестируется, это тоже психологическая отметка, от него может отбиться. То есть, технически это все возможно. Опять же, фундаментально не должно быть никаких для дальнейшего падения доллара. Пока еще для его сильного дальнейшего падения нет фона нормального. Но единственное, что отрицание ФРС. В том плане, что они не будут повышать проценту ставки. По поводу золота и по поводу дальнейшего снижения, дальнейшее повышение ставки, нужно это учитывать. Рост цены, скорее всего, будет продолжаться, но он будет очень-очень сильно умерен. Поэтому, скорее всего, нужно дождаться, пока не сформируется вот этот канал, который здесь формируется в данный момент. Он может быть более расширенным, но в плане внутри дня можно и воспользоваться. Скорее всего, тут канал формируется. Есть ли хорошие тут поддержки? К сожалению, скорее всего, исторические. И цена, по факту, ниже него находится. Поэтому, по поводу канала, тут можно даже сомневаться. Лучше посмотреть, как будут протестироваться локальные максимумы. Если локальные максимумы протестируются импульсивно, или же цена создает большие тени сверху, или же произойдет так, что максимумы начинают со временем снижаться, 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 и цена, по факту, начинает поджиматься от 1700-1700, то это признак того, что цена будет дальше идти вниз снова, протестировать локальные минимумы. Но, в целом, за умеренный рост доллара, за умеренное такое ослабление доллара США и умеренный рост золота я бы все-таки выразился. По швейцарству доллара швейцарец, доллар и иена тоже, они приближаются к довольно хорошим сопротивлениям. Может ли быть тут разворот? Если накопление амплитудно не меняется, но как бы его не может быть. С другой стороны, довольно такой резкий рост. И тут амплитуда единственное, что его держит, то есть она снижена. И по сегодняшним новостям, если будет что-то позитивное по нефти, то доллар может, на самом деле, обвалиться чуть-чуть. И если не будет ничего позитивного по нефти, то он, скорее всего, дальше будет мучать наше сопротивление локальное по USDCHF и USDJPY. Я тут по поводу клина не могу сказать ничего. Может, это не клин, но в будущем, через день, можете превратить это в клин и в последующий разворот. СМА 50-дневный, 200-дневный и МАА расширяются, отделяются. Ну, тоже сигнал на числовом графике о том, что мук в краткосроке может немножко падать в ближайшее время. Но, опять же, на 15-минутке, на 30-минутке все в порядке, все стабильно. То есть просадки 110, для просадки максимально, я думаю, даже не 110, а, скорее всего, 110-20. Потому что амплитуда очень низкая. Если расширение амплитуда будет одновременно со спадом USDCHF, USDJPY, то это хороший признак для того, чтобы начинать снова покупку. И по поводу нефти сегодня будут данные. Разворот довольно такой красивенький. GEP относительно закрывается. Но надо посмотреть после закрытия GEP, что будет. Тут линия тренда. Поднимется ли цена хотя бы выше 69-50? Если поднимется выше 60... Давайте 8 возьмем. 68. Хорошая, хороший отметка. Не 67, не 69, а именно 68. 68-50, если хотя бы над ним поднимется. А если его импульсивно не ретестит и потом не пойдет ниже, то это хороший сигнал. А если его импульсивно тестируют, то не очень. Это и хорошо. В целом мы больше за дальнейший рост хотя бы... И она довольно-таки аномальная с технической точки зрения, рост доллара в данном случае. Потому что она уже близи сопротивления. Но из-за новостного фона нельзя сказать, что можно ставить на понижение доллара в ближайшие февре. Поэтому... И по поводу нефти. По поводу дальнейший рост пока еще в краткосроке ближайших часов может продолжаться до локальных. Вот этого сопротивления 68-20. И это может еще ослабить доллар по отношению к канадцу. И тут есть, кстати, потенциал для дальнейшего движения. Можем более консервативно 1,2545 или же 1,2550 взять и по факту смотреть, как вот этот диапазон будет тестироваться в ближайшем будущем. Если импульсивно, то, скорее всего, последующий разорот или ослабление нисходящего тренда. Или же приторможение нисходящего тренда. А потом может еще снижаться. Поэтому это все, конечно, по USDCAD будет зависеть от дальнейшего роста нефти. Если будет дальнейшего роста выше 68, то дальнейшее снижение ниже этого диапазона тоже по факту для доллара канадца будет возможным. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно ставьте комменты, друзья. Не забудьте комментировать. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы пишете. Обязательно лайкайте, если вам понравился. Вопросы будут. Обязательно пишите. Следите за нашими новостями в течение дня. Сегодня в Инстаграме, в Фейсбуке и в Телеграме они выйдут. Аналитические новости. Новости хайповые, интересные. И, конечно же, аналитика рынка и технический анализ тоже в уходе. Смотрите. Обязательно подписывайтесь, если не подписались. По поводу наших акций узнаете на нашем главном официальном сайте. И до завтра. Всем хороших дорог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok